Аграрный университет Нет, на мой взгляд, сегодня концепция будущего нашей государственности, прочего, как и всего земного шара, она уже однозначно определена. Это вопрос просто времени, потому что мы видим, куда ведет альтернативный путь. Вот все, что мы сегодня наблюдаем по всему земному шару, мы видим, как практически все люди земного шара сегодня начинают так или иначе объединяться вокруг нашей русской цивилизации. Не случайно наш президент, в общем-то, как символ нашей цивилизации сегодня, он безоговорочно признается лидером по рейтингу среди всех политических деятелей. Это, я считаю, признание не просто личных качеств президента, это признание глубинных тенденций, которые уже сформированы нашей русской цивилизацией. Этот процесс сегодня неизбежен, и альтернатива ему – это гибель человечества. Ничего другого сегодня не дано. Что можно поставить во главу угла для людей, которые будут слушать и смотреть это интервью? С чего начинать? Как двигаться к выходу из этой сложившейся неприятной ситуации? Вы знаете, вот сейчас, буквально я сегодня ночью завершил предисловие к своей книжке, оно будет называться «Глобальное управление» или «Как выйти из матрицы». Действительно, проблема в том, что нынешняя система, пользуясь электронными средствами воздействия на умы, сформировала такую жесткую матрицу, когда каждый человек, оказавшись в этой матрице, воспринимает некие свои стереотипы поведенческие как норму, хотя это полная как раз противоположность тому, что должно бы быть. Так вот, главное, конечно, что я посоветовал бы, это все-таки стать человеком. Вот помните, наверное, Владимир Владимирович Даля, он говорил «все мы люди, да не все человеки». Вот человеком никто не появляется в качестве человека от рождения. Вот любой иной биовид, он как явился, так и сохранился. Человек же, когда он появился, то это еще не человек. Человеком можно стать или не стать в процессе своего собственного становления. И вот работа над собой, это, пожалуй, самая сложная работа, потому что мы очень можем много рассуждать, говорить о других, но что касается себя лично, это не всегда просто сделать. Поэтому, в общем-то, можно рассказывать часами, что хотелось бы, а можно обойтись одной фразой. Что значит жить по-человечески и что значит жить по-божески? Это прежде всего не причинять вреда себе. Алкоголь, табак, любые излишества в еде, в одежде, это безусловный вред. Не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мирозданию. И вот если человек руководствуется вот этими тремя заповедями, то он всегда найдет путь к Богу, потому что дальше Бог ему уже будет подсказывать, если он ищет это добро. И наоборот, если человек идет путем сатанизма, то, конечно же, ждать нечего. Меня, конечно, немножко смущает день сегодняшний, потому что действительно терроризм уже вышел за все рамки. Но посмотрите, что происходит в ответ. В ответ происходит такое эмоциональное возбуждение, так сказать, и ничего конкретного. Почему? Потому что вот то, что я наблюдаю, это, конечно, не красит нас. Вот я имею в виду то, что происходит на уровне руководства. Потому что в основном упор идет на силовые методы. Но это не решает проблему. И когда я слышу, как представитель церковной иерархии, это меня, я был в шоке от услышанного, представитель церковной иерархии заявляет, да всех их надо уничтожать и вместе, и порознь, и всех. Но понимаете, а почему они что так задуманы Богом? Ведь представителю церковной иерархии нужно было бы задаться прежде всего вопросом, а как же так мы организовали жизнь на земле, что вот этот небесный ребенок, появившийся, вы посмотрите на детишек в возрасте до года, это же ангелы. И вдруг к 17 годам он становится террористом, которого нужно уничтожать. Церковь-то на другие вещи должна смотреть. Не как их уничтожить, а как сделать так, чтобы вот эти чудовища действительно не появлялись в мире. Это наша вина в том, что мы создали на земле такой беспредел и такие условия, когда люди не выдерживают и вот творят то, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому силовой приоритет это последнее, что нужно использовать. Вот сегодняшний праздник, он для борьбы с терроризмом значит на два порядка больше, чем любые силовые операции. Любые силовые операции, они дополнительно разогревают ситуацию и не более того. А вот повлиять на культуру народа, добиться того, чтобы мы иначе смотрели на мир, иначе понимали его, вот где сокрыта истина в борьбе с терроризмом. Полностью согласен с вашими выводами, потому что то, что происходит в мире, это, к сожалению, наше хруп дело в большинстве случаев. То, что мы позволяем появиться террористам, позволяем появиться недобрым людям, позволяем развиться недоброте и так далее. Вместо доброты мы сеем зло. Это и есть такое дело, и, к сожалению, когда иерархия выступает с такими словами, печально становится. Да, мне кажется, что главная задача – это изменить именно концепцию развития человечества. Иные цели должны быть поставлены. Для чего мы в этом мире? И вот мы сегодня, если говорить и в научном плане, это все расписали подробно, есть шесть приоритетов управления глобальными общественными системами. Из них шестой приоритет – это последний по значимости и самый слабый. Более грозный – это генное оружие, это алкоголь, табак, наркотики. Дальше идут мировые деньги, экономический приоритет. Вот где надо задуматься, почему у нас так живут банкиры и почему так живут крестьяне. А потом мы удивляемся происходящему. Следующий приоритет – это идеологии, средства массовой информации, в чьих руках они сегодня. Дальше историко-алгоритмический приоритет, и, наконец, методологический. Историко-алгоритмический – это тоже, если посмотреть на происходящее, то мы видим, как подтасовывается все происходящее на наших глазах. Лодка Курск, она, оказывается, утонула, или там, так сказать, якобы торпеда взорвалась. Хотя понятно, что она была расстреляна американской подводной лодкой. Американцы якобы высадились на Луну с помощью Голливуда, там, так сказать. Якобы башни-близнецы в Нью-Йорке взорвали из степей Кабула, там, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, даже взять наш последний самолет. Как мы так быстро пришли к выводу, что самолет взорвали? Это с подачи американцев, которые тут же увидели вспышку. Вот на Украине они вообще ничего не видели. А тут еще не успели обломки упасть, как американцы уже сообщили о вспышке. Но вы соотнесите эти, вообще, значит, факты. Если килограмм в тротиловом эквиваленте, какие там могут быть вспышки? А кто помнит о том, что этот самолет в 91-м году ударился хвостом по посадочную полосу? В 91-м году он принадлежал Ливану, потом прошел ремонт во Франции. И после этого ремонт, кстати, по мнению специалистов, не вполне, так сказать, может быть полноценный. Но это мне сложно судить. Но важно то, что я физик и кое-что понимаю в Сопромате. И понимаю, что вот усталость металла, микротрещины, это то, что может запросто работать. Но посмотрите, как выгодно Западу, чтобы, значит, вот самолет взорвали. Мы тут же остановили, значит, все финансовые потоки и туризм в Египет. Хотя у нас там были десятки тысяч человек, это все равно их нужно вывозить. Шли бы они в плановом порядке или полетели все сразу. Это ничего не меняло. Поэтому вот, к великому сожалению, во всем происходящем сегодня историко-алгоритмический вопрос, он значимый. Что от чего происходит, что от чего зависит, это меняет как бы судьбы народов на планете. И здесь нужно, на мой взгляд, быть гораздо более внимательным. И мне представляется, что именно 21 век должен стать веком разворота человека к своей сути. То есть мы пытались разного рода открытия научные совершить, изобрести какие-то сверхтехнологии. Но Господь Бог давно уже все это сделал. Только нужно увидеть все то, что есть у нас под ногами. Вот я сегодня в приветствии сказал кратко, что к нашему счастью мы эти вопросы ставили. Президент наш на Генассамблее ООН поставил вопрос о необходимости перехода к природоподобным технологиям. И сказал, что это задача общепланетарного масштаба. На мой взгляд, такие праздники дополнительно подчеркивают как важность этой проблемы, так и, собственно, пути продвижения по этой проблеме. В природе можно подсмотреть все. Ящерица Василиск перемещается по воде по принципу судна на воздушной подушке. Матка Муравья Атта способна телепортироваться из одной практически бетонной камеры в другую. Науке это еще пока и не снилось. Паук, если посмотреть на него внимательно, то это сочетание уникальной ткацкой фабрики, химического производства и сервер, который обслуживает это все. И таких примеров можно приводить десятки. На мой взгляд, все то, что может быть достигнуто на земле, оно уже создано Богом. К сожалению, человечество, в общем-то, вместо того, чтобы воспользоваться этими божественными дарами, попирает их в надежде, что оно сделает что-то лучше, чем распорядился Бог. Такой путь дьявольщины, да, когда ставим выше себя, чем создатели, чем наши предки? Да, именно так. Вот мне кажется, что человек вознесся над природой. Вот эти тезисы о том, что мы должны ее покорить. А мы ведь часть природы. Что значит покорить? Это значит срубить сук, на котором, в общем-то, мы находимся. И на многое сегодня новый взгляд. Я недавно был в Индии, в северной части, в горах. Очень многое открывается, когда оказываешься один на один с мирозданием, с Богом в конечном счете. Я вспоминаю Распутина. У него спрашивали, а как вот вы чувствуете Бога? Он говорит, чтобы Бога почувствовать, я вот разворачиваюсь от города и иду столько, чтобы ни одного звука, ни одного отблеска света, ничего. И вот тогда я оказываюсь один на один с Богом. Так вот, как раз сегодня такие ситуации, когда вот в Индии, к примеру, я только один вопрос задал себе. Вот я физик вообще по образованию. Ну и я абсолютно уверен, что действительно Бог создал человека. Потому что теория Дарвина, вы, наверное, знаете ее нелепость, с чем она связана, это Ефремов в свое время убедительно доказал, за что, возможно, он расстался с жизнью. Он показал, что вот эта так называемая теория эволюции, она связана просто с длительностью сохранения останков. То есть останки тех, кто вводился в воде, они сохраняются там миллионы лет. А останки тех, кто в болотистой местности, они уже гораздо короче сохраняются. А те, кто жил в лесу, они очень быстро, от них ничего не остается. А это увязались теории эволюции. В действительности, все живые существа появились одновременно. И вот когда я задал этот вопрос, вы не поверите, но, наверное, в течение двух суток я примерно из десяти источников получил один и тот же ответ. Пару книжечек посмотрел, там это прочитал. Потом вспомнил кое-что там из разных и традиций, и обрядов. И я понял, что да, изначально боги создавали матрицу живых существ через, как ныне говорят, искусственное оплодотворение. То есть был акт творения, когда появлялся сгусток, вот зародыш. И не случайно потом я в Коране сразу же вспомнил, прекрасно помню, 96-ю суру, она вообще-то должна быть первой, которая так и называется, сгусток. Вот, то есть вначале были сгустки созданы, как вот у Менделеева есть таблица минеральных веществ, так у бога была некая матрица возможных форм живых существ. И под каждую форму он создал свой зародыш. И поместил это в белковую и желточную среду, а дальше сформировал некую оболочку, ну по сути яйцо. И вот все живые существа были созданы из яйца. Поэтому я вот истину получаю тогда, когда вдруг мне информация одна и та же приходит, вот абсолютно с разных сторон. И для меня после этого вопрос, что же первично, курица или яйцо, он абсолютно исчез. Для меня абсолютно понятно, что вначале было яйцо, сотворенное богом, а вот уже потом, когда появилась курица, бог даже и показывает эту алгоритмику. Люди, ну неужели вы не поняли, как мы вас создавали? Вот вначале было яйцо, а когда из яйца появляются уже живые существа, как сегодня из пробирок, даже уже наука это делает. Ну а, наверное, богу доступны такие технологии. Потому что, еще раз говорю, все, что бывает на земле, это жалкое подобие технологий божественных. И вот дальше, любой вид, который вышел из яйца, он получает уже заложенную в этом яйце алгоритмику продолжения рода. То есть курица получает способность нести яйца. Человек получает возможность, потому что в Библии же сказано, мужчину и женщину сотворил их. Он когда говорит о человеке, мужчина это не человек, и женщина это не человек, ну так, вот в смысле вот таком мировоззренческом. Только мужчина и женщина это человек. Только тогда появляется возможность воспроизводства биовида человек разумный. Так что вот иногда, как вот такое пребывание в каком-то сокровенном месте, так и пребывание вот на подобных праздниках, оно дает какие-то откровения божественные для каждого из нас, я думаю. Субтитры создавал DimaTorzok